Всем привет! Пожалуй, многим из нас было бы интересно узнать, каким будет ближайшее будущее и какие события ждут мир в ближайшие два года. Технический прогресс все ускоряется и ускоряется, телескопы заглядывают все дальше и дальше, роботы начинают лечить людей, мобильные устройства получают большую автономность, марсоходы и луноходы бороздят просторы далеких планет, а человек настолько увлекся потреблением даров нашей планеты, что климат и экология меняются. Сегодня вы узнаете, каким будет ближайшее будущее. Вы на канале ТипТоп, а значит будет интересно. Многие сложные операции станут проводить роботы. Базовые модели роботов-хирургов появились еще в 1990-х годах. В первое десятилетие 21 века они все еще были редкими и относительно простыми, хотя высокопроизводительные компании начали разрабатывать свои более совершенные модели. Хирургические операции проводились системами с супервизорным управлением, дистанционными системами и системами с совместным контролем. Системы с супервизорным управлением были наиболее автоматизированы. Человек требовался только для введения данных указаний и наблюдения за ходом операции, чтобы вмешаться, если что-либо пойдет не так. Системы с совместным контролем наименее автоматизированы. В них люди-хирурги физически присутствуют и совершают большую часть работы, а роботы оказывают им помощь. Хотя подобные системы еще не получили широкого распространения, многие большие больницы и медицинские институты оснащаются специальным оборудованием, тесты и испытания которого с каждым днем увеличивают их точность и надежность. Растущее количество удачно проведенных операций внушило пациентам большее доверие к роботизированным процедурам. Уже сегодня при помощи роботов проводятся сложные операции на сердце, требующие точности выше ювелирной. В 2018 году многие крупные больницы в развитых странах мира будут использовать роботизированную хирургию в ряде случаев. В частности, Южная Корея является ведущей страной в данном направлении. Почти в каждой больнице в стране использование роботов вошло в обиход. Последние модели демонстрируют улучшенную мобильность и многозадачность, высокое качество режущих инструментов и больше уровень автоматизации. Также используются современные сверхмалые камеры, позволяющие контролирующим докторам следить за операцией в больших подробностях. Раньше для проведения некоторых операций требовалось присутствие десятка хирургов, анестезиологов и медицинских сестер, а для некоторых сложных процедур даже больше. Теперь роботы способны облегчить тяжесть большинства или всех этих обязанностей, выполняя работу нескольких разных специалистов одновременно, работая круглосуточно и не уставая. Уже в 2018 году в современных клиниках на операциях будут присутствовать только один или два контролирующих доктора, следящих за работой робота. В долгосрочной перспективе это позволит снизить стоимость здравоохранения. Кроме того, роботы представляют большую точность выполнения действий, чем люди. Так что пациенты могут покинуть операционный стол с меньшим количеством сопутствующих травм. Несмотря на то, что хирургия является еще одной профессией, которая угрожает автоматизации, до сих пор хирургия в больницах остается в руках людей. Роботизированные операции находятся на стадии своего зарождения, требуя присутствия и управления докторами. Пройдет время, прежде чем роботы возьмут операции под полный контроль, но процесс уже запущен и быстро развивается. В 2018 году будут вырублены последние тропические леса в Нигерии. Нигерия была когда-то одним из самых крупных экологически разнообразных мест на Земле. Местом обитания 4700 видов растений и 550 видов птиц и млекопитающих. Однако в конце 20 века началась активная вырубка лесов. Причем потеря деревьев каждый год равнялась 4%. С 1990 по 2005 год страна потеряла более 4 миллионов гектаров лесной растительности. Наиболее разнообразные биосистемы, так называемые слепые лесонасаждения, исчезали еще более быстрыми темпами. Ежегодно вырубалось 11% леса, начиная с 2000 года. К 2010 году скорость вырубки уменьшилась, и в ситуацию попытались вмешаться экологи, но полностью остановить вырубку леса так и не удалось. И к 2018 году его практически не останется. Лесозаготовки, натуральное сельское хозяйство, строительство дорог, разработка месторождений, строительство плотин – все это сыграло свою негативную роль. Несмотря на попытки сохранения экосистемы, население, имеющее недостаток ресурсов и растущая экономика, не могли остановить поток разрушений. Еще одно интересное событие состоится в 2018 году. Японский зонд Хаебуса-2 достигнет астероида, открытого в 1999 году, под названием JU-3. Этот зонд стартовал в июле 2014 года, и задача у него прямо-таки фантастическая. Он приблизится к астероиду, диаметр которого более километра. Затем выстрелит из пушки 7-килограммовым зарядом, со скоростью 2 км в секунду по астероиду, из-за чего на его поверхности образуется глубокий кратер. Этот момент будет запечатлен камерой на зонде. Затем Хаебуса-2 опустится на поверхность астероида, возьмет образцы пород из воронки и вернется для их анализа обратно на Землю. Возлагаются большие надежды на то, что вода и органические материалы из этих образцов помогут объяснить происхождение жизни. Возвращение на Землю с образцами грунта состоится в 2020 году. Также японцы планируют в 2018 году запустить луноход для транспортировки и развертывания умного спускаемого аппарата для исследования Луны используется фердотопливная ракета-носитель Эпсилон. Зонд использует технологию идеально мягкого прилунения, которая будет использоваться в пилотируемых миссиях в будущем. Предыдущие прилунения космических аппаратов имели разброс в несколько километров от их целевой точки. Японский желуноход будет совершать точную посадку с погрешностью не более 100 метров от заданной точки, распознавая поверхность Луны аналогично программному обеспечению по распознаванию лиц в цифровых камерах. Программное обеспечение лунохода позволяет идентифицировать кратеры и горы на поверхности Луны. Еще одним преимуществом японского лунохода является бюджет миссии. Он укладывается в сумму, не превышающую 125 миллионов долларов, что по сравнению с подобными космическими программами других стран очень хороший показатель. В ближайшем будущем, а точнее уже в 2018 году, в мобильных устройствах будут появляться новые ионно-литиевые аккумуляторные батареи, которые будут заряжаться в 10 раз быстрее и работать в 10 раз дольше. Процесс химического окисления создает миниатюрные отверстия между слоями графена, что обеспечивает ионам лития быстрый доступ к аноду. Удельная энергия увеличится благодаря вставкам кремниевых кластеров между слоями графена, что позволит большему количеству ионов собираться на электроде. Разряженные аккумуляторы мобильных телефонов теперь можно будет полностью зарядить менее чем за 15 минут, а одной зарядки будет хватать на период до недели. Данная технология также повлечет за собой создание меньших и более энергоемких аккумуляторов для электромобилей. Уже к 2020 году глобальная средняя температура повысится на 1 градус. Температурные показатели на сушу и на море продолжают расти в связи с ростом уровня СО2. К началу 2020 года эти самые показатели станут на 1 градус выше в сравнении с началом 21 века. Эти данные только средний мировой показатель. Тем не менее, многие удаленные от моря районы подвергаются большим колебаниям. Великие равнины в США один из таких регионов. Канзас, Небраска и другие близлежащие штаты переживают сейчас худшие пыльные времена, чем те, что происходили там в 1930 году. Это наносит значительный ущерб сельскому хозяйству и экономике, еще более увеличивая убытки, причиненные повышением цен на топливо. Также повышение температуры повлияет на последний оставшийся в Африке снег, который исчезнет с поверхности горы Килиманджаро, оставив весь континент свободным от льда впервые за 11 тысяч лет. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. Всем пока.